Начинаем без конференции по итогам матча ЦСКА «Торпеда». По традиции начинают гости. Игорь Николаевич, мы можем приветствовать по игре. Всем добрый вечер. Во-первых, хочется поздравить, не знаю, поздравить или нет, но скорее всего, надо сказать добрые слова в адрес ЦСКА, которые дали нам возможность играть матч, скажем так. И то, что дали нам возможность дать тот ипульс, наверное, может быть, пробеженного плей-оффа в нашей молодой команде. И после второго периода, когда мы проиграли 1-2, здесь, наверное, и проявляется тот хребет, тот стержень команды, которая формируется. Поэтому большое спасибо армейцам за такой тест. И в то же время хочу поздравить наших ребят, наших болельщиков, которые приехали из Нижнего с окончанием сложнейшего выезда на Дальний Восток, Сибирь и Москву. И поздравить ребят с хорошим шагом, с хороших отцом. И перед перерывом дали такой хороший национальный подъем и фон для ребят для того, чтобы отдохнуть, перезагрузиться и двигаться дальше по сезону. Спасибо. Коллеги, важные вопросы. Прошите, Игорь Николаевич, добрый вечер. С победой. Спасибо. Во-первых, хочу с опозданием вас с днем рождения поздравить. Желаю всего доброго. Всегда приятно с вами общаться. Спасибо. Спасибо большое. Может, длинный вопрос получится, но коротко не смогу сказать. Ведь я видел игру, как вы помните, с ЦСКА предыдущего. Там торпеда играла в атаку и проиграла 0-4. Сегодня терпели, терпели, терпели. Играли от соперника и выиграли. Может быть, с командами уровня ЦСКА все-таки так и надо играть, как сегодня. Идеально же получилось, вы согласитесь? Я не думаю, что мы терпели сегодня. Во-первых, спасибо за поздравление. Но я не думаю, что мы терпели. Мы не та команда, которая... Хорошее слово терпение. Я его часто употребляю для ребят. Терпение шайбы, терпение с решениями. И в этом плане... Вы понимаете, мы сегодня... Я уже много раз и вам говорил, и в других городах говорил, что мы сегодня пытаемся эту игру продать. Продать в плане того, чтобы болельщик пошел на хоккей, для того, чтобы все-таки видел хоккей, который изобилует импровизацией, интересными ходами, и мастерством, и тем энтузиазмом, который проявляют игроки. Поэтому терпение, естественно, это тоже часть нашей игры, часть рост нашей команды. И в этом плане, конечно, когда терпение проявляет себя на своей зоне, когда ты можешь вывести шайбу для того, чтобы избежать тех моментов, которые мы сами все создаем в своей зоне, вот оно, конечно, здесь ключевое. Поэтому, ну, при этом в ритоме, хочу просто, скажем, отметить то, что ребята поверили друг в друга, потому что... Ну, был разговор. После первого периода был разговор. После второго. Это так, как команда преодолевает те сложности, те трудности, когда тяжело, и когда нужно находить себя силой и коллективно добиваться победы. Не по одному, а именно коллективно. Поэтому здесь мы говорим о том, что насколько важно важна роль каждого игрока в команде. И вратаря, и защитников, и нападающих. То есть каждый игрок нашей команды несет в себе ту ответственность, которая перед ним и стоит. Поэтому не важно, кто забивает. Не важно, команда выигрывает. Вот это основное. Поэтому, говоря о том матче, который был в Нижнем, в 0-4 и сегодня, да, мы в тренинг раз не посетили. Может быть, да, это вам, наверное, в идее. Мне пока сейчас сложно встать по горячим предам, потому что только закончилась игра. Но в целом, мы не отходим от своей линии, потому что игра хоккей это за то, что мы и любим эту игру. Это то, что она дает возможность того сюжета, того сценария, который невозможно предписать перед игрой. Поэтому мы стараемся делать так, чтобы зритель, приходящий на игру, получал удовольствие. Я перед игрой сказал, то, что если мы завоюем какие-то сердца армейских болельщиков, которые поймут, что хоккей все-таки это игра, а не работа, это наша основная миссия. То, что мы делали в Детройте русской пятеркой, неважно, какие были русские были, или мы играли за Детройт. И мы получали поддержку в разных городах Северной Америки, в НХЛ, за тот хоккей, который мы показывали. Поэтому это такая история, которая требует терпения, вот, значит, скажем, какой-то боли, которая происходит с ростом команды, с ошибками и так далее. Но это процесс, который неизбежен. И в этих матчах, в этих играх ты понимаешь, насколько важно мелкая деталь, любая деталь для любого игрока, где надо его поддержать, когда не идет матч, когда не получается. Где-то наоборот, вообще ничего не говорить. то есть ребятам. Поэтому, возвращаясь к вашим словам, карта игра, она не предсказуемая, она интересная, вот, и она дает возможность, наверное, вам, журналистам, об этом говорить, писать и делать свои, как говорится, выводы, как мы играли. Илья Голосович, еще короткий вопрос, вот, насчет мелких деталей. Почему после такого сложного выезда в Сибирь, на Дальний Восток и сразу в Москву, даже на день, в Нижний Новгород не заехали? Вы знаете, здесь ситуация такова, что слишком часто переезжать место на место, это, наверное, было бы сложно, поэтому мы попросили армейцев, чтобы они перенесли матч с 8 декабря, на 7 декабря, чтобы не сидеть в Нижнем и не сидеть в Москве так долго, поэтому мы запланировали этот матч довольно-таки давно, знали то, что у нас будет венетах, потому что после сумасшедших часовых поясов и перелетов нам, ребятам, нужно было прийти в себя и в то же время настроиться на хороший матч против Альницы, поэтому ребята отреагировали правильно и выиграли сложный матч и за это большая благодарность. Короткий вопрос последний. Денис Бенджановский был заявлен, но ни секунды не играл. Вы понимаете, здесь, когда я не люблю, когда без своей практики, которая с американской, сейчас костер-каку немножко другой темы, я не люблю, когда у нас развиваются на игру 22 человека, то есть 20 человек, обычно где-то три пара защитников и четыре тройки нападающих, мы к этому придем, скорее всего, и все лимиты, нелимиты, молодые некорофии это не должно пересекаться с этой лигой, как оял, это должны играть сильнейшие. Поэтому мне порой обидно за ребят, которые сидят на лапке и не выходят, не потому, что человеку нам не нравятся, мы просто должны заявить, хотя можем не заявлять, но в целом мы понимаем, что в данном ситуации, когда у тебя предстоит 12 дней до следующего матча, и ты ходишь против всей силы, то есть то, что у нас довольно-таки большое количество травм, мы идем на этот шаг, для того, чтобы у нас были на скамейке люди, которые могут выйти на данный момент, поэтому Вегри клинцом, при том, что ему надо играть, мы, наверное, найдем возможность для того, чтобы он в этом перерыве сыграл в какие-то матчи высшей линии, чтобы парень почувствовал ту игру, чувство гола, чувство ответственности, и я думаю, что Дизель будет довольны, что мы дадим возможность ему набраться игровой практики. Игорь Николаевич, здравствуйте, мальчик, вы, Дмитрий Яков. Признаетесь, пожалуйста, не всегда к артистам, поэтому, пожалуйста, это так, просто культурное обращение, победить ЦСКА в этом сезоне вам удалось сегодня. Было максимально такой вот задачей не в плане максимального самодовлетворения, но при этом символизма, и тем более еще ЦСКА, который тренирует Сергей Федоров, человек тоже вам не спустит. Вы знаете, если я правильно интервал вопрос, я хочу еще раз повториться, то, что понятно, что мы играли против действующего чемпиона ЛКГЛ, очень сбалансированные, грамотные команды, мы держали память о том поражении 0-4 в нижнем, но с другой стороны мы не делим и мы не можем делить команды, потому что мы пока не в том статусе, чтобы делить ЦСКА, или Амур, или Адмирал, или Сибирь, и так далее. То есть у нас каждый матч это высох, каждый матч это тест, который мы проходим все вместе с игроками, которые мало кто знал до этого сезона. То есть или мы знали, но они были как-то на заднем плане, который не давал возможности раскрыть себя полностью. Поэтому матч ЦСКА я не давал никаких обещаний, каких-то пламенных речей в плане того, что мы играем в сорбетинг, моя бывшая команда. Это очередной матч в календаре сказал только одну вещь ребятам перед игрой, что мы должны находить возможность обыгрывать те команды, которые находятся выше нас. Это СКА, это ЦСКА, это Локомотив. Мы сейчас, по-моему, четвертые, я не знаю, как вам на ком мы вместе, поэтому это дает возможность ребятам получить уверенность в этом сезоне, который на самом деле насыщенный, он интересный, и мы не ставим задачи на каком-то участке этого чемпионата быть удовлетворенными, потому что мы приобретаем тот опыт, который необходим. Я могу вернуться в Сан-Бузе-Шакс, когда мы с Сергеем Макаровым вернулись, я вернулся из Швейцарии, Сергея поменяли из Калгари, и здесь важно не просто продать билеты на игру, как это было там, дать тонус, дать то направление наверное команде, которая никогда не была в плей-оффе, команда, которая expansion team, которая новой команды, здесь тоже самое, у нас сегодня очень много молодых игроков, которые по ходу набирают обороты, и мы не будем успокаиваться теми результатами, которые, допустим, у нас сегодня, потому что пока мы ничего не выиграли, ничего мы не сделали большого, мы заставили специалистов и болельщиков говорить о нашей игре, это самое большое достижение, что мы сегодня получаем вот, а вот результат, вы понимаете, что он при хорошей игре он приходит сам. И коротко, если можно, все-таки ваш сын сегодня запросил шайбу, вы воспитывая его, понятно, что он родился тогда, когда СССР уже на горизонте у вас давно не было, все-таки он насколько хорошо знаком с историей вашей, что вы столько лет играли в СССР сегодня? Это процент на разговоре, да? Ну, вы знаете, не хочется долго, не время, сейчас долго говорить, вот, но для меня каждый игрок в команде это, это, скажем, равноправный член нашего коллектива, то есть я не смотрю на помене Ореолов, или Кончаруб, или Коваленко и так далее, вот, я просто смотрю на те действия, которые ребята совершали во время тренировок, игр, в эту человеческую качество играет сумасшедшую роль в плане построения команды, вот, и в этом плане я очень рад, что сын получил, скажем, ту дозу, наверное, подхода со стороны тренера, потому что, ну, не все видят, потому что сумасшедшее, вы понимаете, сумасшедшее давление, когда ты носишь мобильную, и зайцы в эти ботинки, и каждый будет тебя тыкать пальцем, показывать, да, это было, это вся его карьера, которая была с огромным количеством травм, с огромным количеством травм, я не хочу, что это перечислять, да, но самая главная травма, это психологическая, когда ты должен показать всему миру, там, или всем болельщикам, хоккейному миру, что ты игрок, который отличается от отца, который играет в хокке, которые, ну, все могут понимать, да, но для меня творческая составляющая, импровизация и тот подход, который у него есть, который есть у игроками, можно называть других, это то, что начинает строиться команда, вот, и вот вокруг таких игроков, которые делают партёров лучше, и делается хорошая команда. Спасибо. Коллеги из Умениса вопросов. Игорь Николаевич, не могу вас без футбольного вопроса отпустить, как мы и договаривались в Нижнем Новгороде, уже четвертьфиналу, все-таки кто фаворит, на его взгляд? Вы знаете, знаете, здесь я смотрю все матчи, все матчи не пропускаю, смотрю наши новидения, смотрю Фокс с американскими комментаторами, вот, и скажу, на данный момент все непредсказуемо, мне нравится французы, нравится их игра, португальцы понятно, у них нет джота, нет пары игроков, очень интересная команда, вот, бразильцы безусловно, с неймаром довольно-таки интересная команда, в Аргентине, Месси и группа пока не играет тот футбол, который мы хотели бы видеть, да, но слово терпение, терпеливое, значит, тот футбол, который они показывают, он может быть достаточен для того, чтобы выиграть наш коридорийный клубок Америки, вот, поэтому голландцы пока непонятно, голландцы, да, очень люблю ту школу голландскую Йохан Кройфен, которую я вырос как игрок, хоккейный игрок, вот, с теми концептами игры, понимания игры, вот, поэтому пока на данный момент не скажу, кого бы я поставил чемпиона, потому что чемпионат мира просто фантастический, я получаю колоссальное удовольствие от любого матча, потому что то, что хочется видеть, то, что люди видят по всему миру, вот, и большая аудитория смотрит за этим чемпионатом, будем здесь смотреть, переживать и радоваться хорошему футболу, новым именам и большому количеству голов. Сборная Англии тоже находится там, где они могут быть, поэтому я думаю, что это может быть даже круто английской сборной. Спасибо. Олеги, спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok